Оперативное совещание вновь началось с темы строительства социальных объектов. В Мособлэкспертизе завершается оформление документов на школу в микрорайоне Солнечный, объявил Алексей Валов. Сроки начала работ затянулись из-за того, что земельный участок по размерам не соответствовал новым требованиям, но проблема решается. Мы понимаем, что в начале следующего года только начнется строительство. Обидно. Но, к сожалению, как есть. Мы думали, что в этом году начнется строительство. Сроки сдачи давно построенных детских садов задержались из-за того, что надзорные органы предъявляют высокие требования, в том числе к обеспечению безопасности. Поэтому режим пуска наладки занимает порой не один месяц. У всех есть понимание того, что соцобъекты должны быть в высшей степени совершенны для эксплуатации. И после этого их можно принимать и, соответственно, туда детей запускать. Вновь коснулись темы безопасности детских перевозок. За время, прошедшей с Ханты-Мансийской трагедии, ряд мер принят и на законодательном уровне. Старая техника к перевозкам более не допускается. С 1 января 2017 года вышло постановление правительства Российской Федерации и Московской области. Организованная перевозка групп детей на автобусах старше 10 лет запрещена. На постоянном контроле администрации уборка дорог от снега. Алексей Валов отметил, что в этом году ситуация получше, чем в прошлом, но все равно этого недостаточно. Особенно, что касается дворов. Надо, чтобы управляющие компании работали. И в том числе, соответственно, блок жилищно-много хозяйства совместно с ГЖИ должен проверять и штрафовать. Хотя сумма штрафов уже зашкаливает. Тем не менее, вот наши все проверки, которые мы проводили в преддверии зимней эксплуатации, показали, что в основном все компании были готовы. Теперь где-то все. Несколько вопросов продиктованы недавним приемом Алексея Валова в городском поселении Свердловский. Много жалоб на некорректные платежные документы Мособл ЕРЦ. В качестве примера был взят соседний Ногинск, где жители работы расчетного центра довольны. Почему? Одна и та же организация, одна и та же программа, которая обрабатывает детьми платежных документов, а результаты разные. Однако, вызванная на оперативку руководитель Щелковского офиса Мособл ЕРЦ Екатерина Лещева ничего вразумительного по существу заданных вопросов пояснить не смогла, считая, что все проблемы сняты. Алексей Валов назвал работу Мособл ЕРЦ неудовлетворительной и оставил вопрос на личном контроле. Руководитель района ввел в оперативные совещания новую практику. Заслушивать депутатов районного совета по социально значимым проблемам, решения которых можно включать в районные программы. Депутат Сергей Варгузов поднял вопросы проведения строительных и земляных работ в прибрежной и водоохранной зоне Клязьмы и Ручья-Поныри. Необходимости решения судьбы территорий бывшей фабрики Техноткань. Высказал беспокойство состоянием военного мемориального кладбища в микрорайоне Чкаловский. Жители там видят благие пожелания некоторых общественных организаций привести кладбище в нормальное состояние. Привели к тому, что когда люди занимаются непрофессиональной данной деятельностью, делают ошибки, которые необходимо, конечно, устранять. Серьезную работу проводит администрация района по переселению жителей из домов аварийного фонда. Расселение ведется по договорам с компаниями-застройщиками «Векастрой», «Аркада», «Олимп Альянс». 36 семей уже переселено. До конца года планируется расселить 8 домов, в том числе дом 4 по улице Новая фабрика. В настоящий момент отделом управления собраны необходимые документы на 33 семей состава 75 человек. И осуществлено предварительное распределение этих квартир по адресу микронсополя в годом номер 2. На оперативном совещании также обсудили работу по установке коллективных приборов учета в многоквартирных домах, подготовке к Новому году безопасности на водных объектах. Юрий Родионов предупредил о начале эпидемии гриппа и необходимости более тщательно подходить к проведению массовых мероприятий. Обращаю ваше внимание, что уже сейчас необходимо дать поручение всем учреждениям, вам подведомственным, тщательнейшим образом относиться к обработке помещений дезинфицирующими средствами и проветриванию помещений при проведении массовых мероприятий. Известно, что в здоровом теле здоровый дух. 163 человека сдали в минувшую субботу нормы ГТО. Однако более половины сотрудников органов власти и управления пока игнорируют всероссийскую акцию. Для них в январе единый день ГТО проведем вновь, обнадежил Алексей Валов, добавив, что физическое состояние человека напрямую влияет на работоспособность. Здоровый чиновник – основа изолопа его профессиональных успехов, поэтому я прошу этим тоже заниматься. Продолжение следует...